Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня 16 апреля, воскресенье, день Святой Пасхи. И всех вас я от всего сердца приветствую этими радостными, торжествующими словами «Христос воскресе!». Итак, братья и сестры, милости у Божьей, мы с вами дожили до этого светлого дня, до этого дня, который называется, вы знаете, в церковных песнопениях «Праздником праздников и торжеством из торжеств». И, наверное, многие из вас знают, что с дня Святой Пасхи до дня Святой Пятидесятницы мы с вами будем читать книгу «Деяний святых апостолов». И сегодня, в день Пасхи, как раз-таки и читается первый отрывок из этой книги. Первая глава с первого по восьмой стих. Итак, вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав святым духам повеления апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страданиям своим со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел мне, отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня? Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены духом святым. Посему они, сошедшись, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете вне святелем и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Итак, вот такой отрывок, братья и сестры, с одной стороны, вроде бы самое начало, с другой стороны, в этом отрывке содержатся очень важные, можно сказать, принципиальные мысли христианские. Итак, начало. «Первую книгу написал я к тебе Феофил, о всем, что Иисус делал, чем учил, от начала». То есть речь идет о том, что кроме этой книги была еще первая книга, которую автор написал некому Феофилу. Ну, кто-то говорит, что это имя собственное, а кто-то говорит, что просто Феофил – это обобщенное название. Вообще христианина Феофил ведь значит «боголюбец» в переводе с греческого. Ну, так или иначе, мы видим, что это слово у нас присутствует здесь и в Евангелии от Луки. Поэтому традиционно, конечно, считается, что Лука – евангелист, автор как Евангелия соответствующего, так и книги «Деяния стих апостолов». Так мы и будем считать, да, что автор этой книги действительно апостол Лука. Ну, здесь, на самом деле, даже с точки зрения исследовательской полная ясность практически есть, потому как язык, он, в общем, тождественен и в той, и в другой книге, а язык апостола Луки, он, как говорится, ни с чем другим не схож. Этот язык очень хороший, считается самый лучший, самый грамотный, самый четкий и правильный язык во всем Новом Завете. Поэтому здесь действительно, как говорится, если даже изучать подлинный греческий, то сомнений остается мало, практически не остается. Итак, если Евангелие повествовало, вспомнив Евангелие от Луки, да, до момента вознесения Христа, то здесь как раз эта книга «Деяния стих апостолов», она отталкивается от события вознесения. Ну и вот в этих первых восьми стихах как раз о вознесении, в частности, и говорится. Итак, второй стих «До того дня, в который Он, то есть Христос, да, вознесся, да, в Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страданиям своим со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божием». Да, вот здесь как раз мы видим сведения о том, что Христос, да, явился им в своем воскресении, но об этом мы и так знали из Евангелия, но то, что Он в продолжении сорока дней являлся и говорил им о Царстве Божием. Вот на самом деле сама цифра сорок дней, она вот, если мы внимательно посмотрим, фигурирует именно здесь и нигде в другом месте. И вот эти сорок дней Он действительно являлся, говорил о Царстве Божием. Ну, в общем-то, вся проповедь Иисуса Христа говорила о Царстве Божием. Но в эти сорок дней уже, наверное, у апостолов было немножко другое ощущение, другой взгляд, поскольку Христос воскрес, Он победил на своем примере смерть. Хотя мы видим, что, конечно, глубинно, фундаментально апостолы стали понимать, что хотел сказать им Иисус Христос только после сошедствия Святаго Духа. И об этом здесь, кстати, тоже говорится. Мы сейчас увидим, да, 4 стих, собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Ну, мы помним, что в прощальной беседе, которая сфиксирована в Евангелии от Иоанна, Иисус Христос обещал послать Духа от Отца, который исходит, да, помните эти слова. И, в общем-то, здесь как раз Господь и говорит о том, что это сейчас исполнится. Поэтому после Вознесения Христос велит им не отлучаться от Иерусалима, из Иерусалима, для того, чтобы дождаться этого момента схождения Святаго Духа. Вот Он объясняет, что Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. То есть мы видим действительно, что апостолам необходимо понять то, что хотел до них донести Христос, как бы изнутри, Духом Святым. Христос – это тот, кто рассказывал им словами, притчами, да, но вот как им было изнутри уловить самую глубину того, что хотел передать им Христос? Сам Христос говорит о том, что это возможно только через принятие Духа Святаго. И в своей прощальной беседе Он тоже говорил о том, что если я не уйду к Отцу, то не пошлю к вам Духа. Но если не пошлю к вам Духа, то Он, соответственно, не придет и не напомнит вам обо всем, о чем Я вам говорил. Помните вот эту логику, что Иисусу надо уйти, чтобы сошел Дух. Итак, и дальше, шестой стих. «Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» И Он сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Вот мы видим здесь как раз пример того, что апостолы ведь до конца еще не понимали задачи крещения Духом Святым. Вот Дух Святой на них сойдет. И они говорят, «Не в этот ли момент царство Израильское будет опять восстановлено, избавлено от оккупации Рима и в своем истинном новом величии будет, так сказать, сиять на земле». И вот они действительно задают именно этот вопрос. Они все еще мыслят достаточно узконационально, все еще достаточно по земному мыслят, не понимая, что цель их крещения Духом Святым в том, чтобы рассказывать, доносить до людей духовные истины, а вовсе не отстаивать, как и прежде, исключительность Израиля. И на это Господь им, понимая, что, наверное, нет смысла сейчас до крещения Духом Святым пытаться еще раз их, так сказать, встряхнуть и сказать им, что хватит думать о земном, пора думать о небесном. Он и так постоянно об этом им говорил еще и до своего воскресения. Но здесь он использует, так сказать, другую форму ответа. Он говорит о том, что не ваше время знать времена и сроки. То есть, будь то ваше земное желание восстановить царство Израиля, будь то, если даже уже кто-то понимал о втором пришествии Христа и о новом Иерусалиме, о новом Царстве, Царстве Божьем, о котором, вот, говорится, кстати, в книге Апокалипсис, о котором мы недавно читали, да, о том, как это все произойдет. Так вот, когда это произойдет, никому не дано знать. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. Главное, что апостолы пойдут и проповедуют именно Евангелие даже до края земли. Да, евангелист Лука всегда подчеркивает, что задача Христа было дать апостолам задание распространить как можно на большей территории христианскую весть. Вот здесь об этом, как раз говорится, и праздник Святой Пасхи, это действительно отправная точка для проповеди Радостной Вести, но потом уже Вознесение Пятидесятницы, конечно. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из Деяния стих апостолов, 1 главу с 1 по 8 стих. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великые отрады и утешения наставления. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес.